Тогда же настанет судный день для взяточников первого эшелона, у кого окажется пресловутый меч правосудия и кто им этот меч в руки вложит. Напомню, норма об отборе кандидатов была наиболее спорной. Западные партнеры настаивали на участии своих экспертов, нардепы сопротивлялись. Баланс нашли, а вот чего не нашли. И как все это работать будет, об этом далее в материале. Новосозданный антикоррупционный суд призван беспристрастно наказывать взяточников высшей лиги. Нардепы, члены Кабмина и сами судьи, потенциальные клиенты антикорсуда. Ведь туда будут поступать дела тех, кто подозревается в хищениях в крупных размерах, свыше 500 прожиточных минимумов. На сегодняшний день это почти 900 тысяч гривен. Но вот когда же заработает этот честный суд? В следующие 25 дней люди, которые хотят стать кандидатами, могут подать заявку. Еще три месяца уйдут на проверку данных. И столько же будут заседать высшая квалификационная комиссия и международные эксперты. Через три месяца непосредственно отбор претендентов. Экзамен на соответствующие знания. На все про все примерно 9 месяцев. Если международные эксперты витируют кандидата, он может оспорить решение и подать апелляцию. В таком случае собирается общая комиссия. Это как минимум 9 членов из высшей квалификационной комиссии судей и трое международных экспертов. И тогда желающий попасть на пост антикоррупционера может попытаться доказать, что он все же достоин этой должности. Кроме того, чтобы у суда, который пока только на бумаге появилось хотя бы помещение, нужны деньги. А в бюджете на 2018 год такие расходы не предусмотрены. Но сегодня президент Порошенко уже дал задание найти пути финансирования как можно быстрее. В любом случае, говорят эксперты, эффект от работы ВАСа украинцы ощутят только через несколько лет.